Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если подарить, то тогда ваш супруг должен будет поделиться с государством налогом 13% от подарка, катастрофой стоимости. Катастрофая стоимость приравнена к рыночной. Поэтому либо завещание, либо оформлять купли-продажи. То есть купли-продажи, это выгоднее получается? Если вы дарите ни родственнику, ни супругу, то получатель подарка должен заплатить в пользу государства 13% от подарка. Понятно, понятно. А это будет сумма хорошая. Ну хорошо, а если купли-продажи, тогда он тоже, наверное, что-то должен будет заплатить? Ну платите за оформление сделки купли-продажи, да, и за регистрацию. Либо подумайте, как вариант завещания. Пока я есть, это мое. Когда я уйду из жизни, пусть это будет собственность. А, нет, вы знаете, я хочу оформить, как бы, нет, в общем, на самом деле нет, я хочу, ну, в общем, ну, у меня понятно, 13%. Или в брак вступать, да, чтобы налог 13%. Ну, вы знаете, налог, ну хорошо, а сегодня это можно, то есть, хорошо, там, я поняла, то, что по, так скажем, по налогам, по деньгам я поняла. Ну, оформить у вас можно или нужно записывать? Можно, да, можно. Но сначала приходите, приносите документы по имуществу, да, документы мы смотрим, если с бумагами все нормально, мы запрашиваем необходимую информацию для сделки и записываемся на сделку. Сама сделка, ориентируйтесь, где-то через 2 недели будет, после первичного прихода к нам. А почему через 2 недели? Потому что нотариус, это речь идет о недвижимости, нотариус запрашивает МВД на проверку паспортов, о действительности участников сделки, запрашивает Росреестра. Это, 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 если даст, да? Любая сделка, любая сделка, поскольку это недвижимость и передается не имущество за 1 рубль, да, за несколько миллионов, нотариус должен проверить сделку участников сделки. Понятно, хорошо, что вы объяснили, что я тоже не сдала. Да, я тоже не сдала. И нужно принести документы, записаться и через 2 недели только это оформить? Да. Хорошо, значит, а если купля-продажа? Если купля-продажа, платите нотариусу за саму сделку. Вам принадлежит целиком объект или дом? Нет, одна вторая. Из земли и дома. Хорошо. Общий валибородок. А другая, одна вторая кому принадлежит? Она принадлежит, ну, вам, как бы, другому человеку. Да, другому человеку. Если вы оформляете куплю-продажу, то по закону вы должны сначала предложить дяде купить. А мы ему и дом продавим потом. Мы ему предлагали. То есть, если... А предложить ему как? Официально письменно, да, нужно предложить? Сначала словесно. Если он говорит, что да, мне это не нужно, я с вами схожу и официально оформлю отказ от преимущественного права покупки. Хорошо, да? Нет, а если очень дешево купить, он говорит, я куплю, но дешево. У меня больше, ну, вот так. Вы хозяйка, вы ставите цену. Не хочет покупать за эту цену, да, ваше право снизить цену, либо остаться на своей цене. Но от него нужна воля. Хочет он за эту цену вашу купить или нет. Либо оформляется отказ, если он готов официально подтвердить нежелание покупать эту долю, приходит к нотариусу, оформляет отказ. Если он скажет, да, я не буду покупать, к нотариусу не пойду, то тогда надо его извещать. А извещение где-то в районе 5 тысяч у вас расхода состоит. Скажите, пожалуйста, а если я дарю, то, как говорится, если я решила подарить, то здесь как бы к нему это не относится? К нему не относится, да? Его спрашивать не нужно. Ну, тогда на налог рассчитывайте, это несколько сот тысяч рублей будет. Ну, понятно, хорошо, что вы сказали, сейчас вы подумали. Возьмем ваши эти координаты, это ваши координаты, да, это ваша контора. То есть можно как-то заранее записаться, да, на какое-то время? Подумайте, потом позвоните по телефону на сдачу документов. Сюда приходите, говорите. А документы какие? То есть, ну, вот правоустанавливать. Правоустанавливать, да. Вы знаете, что у меня есть вот, я это получила, выписка, как там, из ГРП. Да. Это другое. Это другое. Правка формы 9 показывает, кто зарегистрирован в доме. А форма 12, кто сохранил право пользования дома, не имея регистрации. Упол, например, места лишения свободы, ресурс учреждения находятся. Понятно. Служба проходит. Да. То есть, в общем, 9 и 12, да, нужно обязательно? Форма 9, да. Да, вот справка формы 9 и 12. Ну и копии паспортов принести. Поскольку, еще раз говорю, мы паспорта будем проверять. Естественно. Участников сделки в проекте. Ясно. А скажите, пожалуйста, а вот справки эти формы 9 и 12, как долго? Срок месяц. Месяц, а неделя? Ага. Вот это надо в проекте брать. Так что, либо с налогом делиться с государством. Не-не-не, что бы. Либо сделать и договариваться, либо тогда в брак вступать. Три варианта у вас. Или завещание писать. Ну, понятно, понятно. А можно вот эти справки 9 и 12 получить в мукоцер? Нет. Сейчас только в паспортном столе. Пока в паспортном столе. В паспортном столе, где находится объект недвижимости. Конечно. В Сокровецке, да? Понятно, понятно, хорошо. Ну, хорошо, в общем, спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, это понятно. Нет, ну, понимаете, а какие другие варианты? Других вариантов, по-моему, и нету. Договорку при продаже. Это уже не мне, это надо с ним только вопрос решать. Потому что... Если оформлять договорку при продаже у меня, например, да, с вами, а потом продавать его, это все равно попадаем под НДС, под 12% налогов. Понимаете? Продолжение следует...